Всем привет! Это третья часть моего расхламления, и у меня осталось расхламить только мои карандаши, всякие жидкие тени кремовые, туши, в общем вот все, что я не успела расхламить в предыдущих двух частях. И начать я бы, наверное, хотела с теней, это вот это вот все. Потом посмотрим средства для бровей, лайнеры, карандаши. Короче, сегодня посмотреть хватит. Я думаю, что будет достаточно интересно. Начать я хочу с вот этих теней Metal Hype. Я их уже как-то показывала в одном из своих видео, и это очень крутые тени, они мне очень нравятся. Вот этот оттенок я недавно обновила, потому что я прошлый оттенок, ну как бы прошлый точно такой же оттенок, я полостью до конца измазала. Очень крутые тени. Давайте я вам парочку покажу в этом видео, но в принципе более подробно я в них рассказываю в другом, я ссылочку оставлю в описании. Вот, они так вот наносятся, очень красиво тушуются, придают такой блестящий фон для теней. И в общем вот эта вот штука, это идеальная просто подложка под любой макияж повседневный, вот именно оттенок 8 очень рекомендую. Вот эти оттенки я тоже использую, как вы видите, розовый и такой как более персиковый у меня тоже уже подзакончились немножко, вот этого тоже почти не осталось. Этот еще полный, это я не так давно купила себе 14 оттенок. Короче, классные тени, возможно я еще какой-нибудь оттенок куплю, они все остаются. Вот эти жидкие тени глиттер от Lamelle, это очень крутая штука для макияжей таких на праздник. Конкретно этот я покупала, чтобы сделать макияж на Новый год и получилось очень эффектно, очень ярко. В чем прикол именно этих теней? Они как бы, в отличие от Luxe Visage, состоят из крупных частиц, и если на них наслоить какие-то яркие, такие эффектные тени, типа, например, Марка Джейкобса из пчелки, там еще что-нибудь такого, то получается макияж такой супер яркий, супер классный. И вот эти блестки, они очень красиво переливаются, сверкают. Короче, классная штука, совсем недорогая, мне понравилась. Я, возможно, еще какой-нибудь оттенок возьму, но, честно говоря, вот именно вот этот бронзовый оттенок, мне из них всех оказался самым дорого выглядящим, самым классным. Короче, все остальные оттенки выглядят так, чуть более дешево, бюджетно, это неплохо, но вот это прям рекомендация, очень классная штучка. Color Tattoo от Maybelline. Они у меня остались всего в трех оттенках, это Pink Gold, какой-то таповый оттенок, permanent taupe, и вот этот вот непонятный такой фиолетово-сливовый какой-то оттенок. Вот это сразу я выкину, потому что они подсохли, они стали резиновые, их вообще невозможно никак набрать. И мне, короче, кажется, что если я захочу подобный оттенок, я просто куплю новый, свежий, и вот с этим я не буду геморроиться, оно идет в корзиночку. Вот этот оттенок я использовала какое-то время для бровей, потому что для бровей этот оттенок неплох. Давайте я попробую вот набрать сюда. Это прям такой холодный какой-то такой оттенок, без зеленцы, без коричневого, без ничего такого, просто вот совсем серый. Но, возможно, как раз вот то, что он супер серый и не очень его красит, потому что в макияже глаз, я вот пыталась его использовать, он придает какой-то болезненности взгляду. Если добавлять его на брови, то это слишком холодно и слишком темно для моих бровей, поэтому я вот пока не могу найти нормальное применение и, скорее всего, тоже выкину. Вот этот оттенок из них самый такой, скажем, интересный и малоиспользуемый мной. Я его взяла как подложку, потому что иногда хочется под такой какой-нибудь яркий макияж подложку, но, честно говоря, не осталось от него в восторге, потому что он наносится неровно и достаточно сложно насловить и как-то красиво нанести. Это чисто подложечная тоже история, то есть с него сверху что-то нужно наносить. Но в целом такой оттенок интересный, уникальный, ради этого он у меня пока остается, так как заменить на него нечем, и если вот мне захочется подобных каких-то макияжей, то я готова с ним погеморроиться, пускай пока будет. Вот этот оттенок я показывала в своем видео про подложки, это Sephora в оттенке 8. Это очень красивый такой плотный оттенок, блестящий, тоже подложечный, тоже на него можно что-то наслоить или использовать его соло. Он такой вот очень красивый, прям вот как он переливается. Короче, вот эти тени люблю и, скорее всего, захочу еще взять какие-нибудь оттенки у Sephora, именно вот из этой серии Metallic, а так вот очень красивый оттенок. Hourglass. Тут не так давно я заказывала себе свечку, еще что-то, и решила вот в нагрузку докинуть вот такую малыху от Hourglass. Оттенок прикольный, и он практически тот же самый оттенок, блин, у меня сюда с ногтями палец не вылезает. Давайте вот так наберу. Это практически тот же самый оттенок, что в палетке Pet Magrat, Ritualistic Rose, вот такой вот фиолетовый. Это тот же самый оттенок, ну очень похож, по крайней мере, на него, только в таком вот более кремовом формате. Прикольный оттенок, мне кажется, что мне такое идет, и я думаю, что вот такой малыху я точно смогу использовать, тем более мне этот цвет кажется достаточно интересным. Я, кстати, пробовала использовать его вместе с сухим оттенком из Ritualistic Rose, и получилось прикольно. То есть, еще листик Rose, он такой более переливающийся, этот же более плотный, и они круто друг друга дополняют, и мне кажется, выглядят очень интересно. Оттенок это, кстати, Molten, или Molten, не знаю, Molten. Это вроде бы была какая-то лимитка, не уверена, что сейчас можно это купить, но если можно, то этот оттенок мне понравился. Он классно сидит на глазах, их украшает, и вот выглядит так прикольно. Тени Victoria Beckham, мне очень их хотелось, но мне, правда, хотелось их в оттенке Ming. Я как-то не знаю почему, заказала оттенок Onyx, и он оказался очень интересным, и совершенно ничего похожего у меня в коллекции нет. Это черный такой блестящий красивый оттенок для каких-то черных смоки на выход, очень мелко переливается, это все очень красиво, от такого для гранжевого какого-то макияжа, мне кажется, это будет очень хорошо. Я еще никуда его не использовала, кроме как вот так просто дома где-то посвочить, тем не менее, очень рада, что он у меня есть, потому что очень классная формула, очень красивое оформление. В общем, я просто обалдею от этой однушки, если честно, и мне нравится, что у меня есть именно Onyx, потому что Ming, мне кажется, он такой более заменяемый, как-то можно найти альтернативу, а вот такого оттенка у меня вот как-то совсем нет. Вот, и классная однушка. Про Stessia Alex в глазурике я очень подробно рассказываю в видео про Stessia Alex, даже сейчас свочить их не хочу, но вот могу сказать, что вот это классное приобретение, которое заменяет собой очень много подложек, у меня прям вот перестали быть тоже какие-то белые или черные лайнеры, там или карандаши или что-то еще, потому что вот эта штука очень универсальная, очень стойкая, смешивается между собой, поэтому вот рекомендую просто на все 100%, и точно буду покупать еще в других оттенках, классная очень вещь. Карандаши для глаз от Гош, я в прошлом разборе уже показывала карандаш для губ от Гош, и в принципе у меня похожее какое-то настроение вот к этому карандашу, потому что мне кажется, что это очень универсальная штука, очень красивый цвет, и само качество вот такого цвета, оно прям классное, потому что вы можете нанести этот оттенок на глаз, вот так вот подтушевать пальцем, у вас получится очень-очень мягкая тушевка, и цвет вот этот, он для глаз просто идеальный. Там в этой линейке есть еще всякие разные другие цвета, но мне вот для себя показалось, что вот это классный самый цвет, и вот для тех, кто любит минимализм в косметике, там собрать самое маленькое количество оттенков, которыми будешь пользоваться каждый день, вот мне кажется, такой карандаш как раз имеет место быть в подобной косметичке, потому что он может быть и под ложкой, может и соло работать, и под многие цвет, под многие тип кожи, цвет глаз он подойдет. Короче, классный оттенок, очень сильно рекомендую, сама им часто пользуюсь, даже вот не знаю, сколько у меня его осталось, ну, кстати, немало еще, вот сколько, но при этом пользуюсь я им прям, ну, мне кажется, часто, по сравнению с многими другими продуктами. Клей для Glitter Onyx просто необходимая вещь в каждой косметичке человека, который пользуется глиттерами хотя бы иногда, который любит сияющие макияжи, просто без вот этой штуки никуда, потому что на него липнет абсолютно все, он держит абсолютно все, бесконечно долго, обожаю, рекомендую, просто жить без него не могу, всегда буду его покупать. Вот эта штука совсем не обязательная в косметичке, наоборот, это такое, блин, она у меня тут в какой-то помаде, из прошлых, видимо, раз, это жидкое стекло, и вы просто, когда вот его наносите, оно вот дает такой глянцевый переливчик, это для модных не так давно эффектов стекла на глазах, например, там, или для очень-очень сильно глянцевых губ, вот вы его наносите, допустим, так, и вот у вас есть такой эффект влаги на коже, очень красивая штука, но она абсолютно не стойкая, то есть эта история чисто для фотографий, для каких-то образов, для моды, короче, это не для повседневной носки, мне такая штука нужна, но не уверена, что я могу ее рекомендовать, если вы вот не занимаетесь созданием каких-то фотографий, с макияжем или чем-то подобным, для постоянки это вот совсем не то. Жидкие подводки для глаз, точнее, не жидкие, а гелевые, гелевые подводки для глаз, и вот у меня есть две подводки от Shiseido, в свое время они были очень популярными, я видела, что многие их покупают, рекомендуют, все от них пищали от восторга, потом их сняли с производства, все пережили этот момент стойко, сейчас у каждого есть свои фавориты, а вот эта штука ушла в прошлое, и мне кажется, что мне пора уже тоже отправить их в прошлое, потому что они вроде как подсохли, ну да, оно же такое более резиновое стало, и пользоваться этим не так комфортно, как было поначалу, раньше это была очень классная подводка, она прям была такая податливая, ей можно было нарисовать любые стрелки, сейчас вон она у меня даже, кстати, потрескалась, я вижу, короче, отправляется эта подводка в прошлое, и, к сожалению, в мусорку, но вот для своего времени, когда я это купила, это была супер шикарная штука, и я прям с удовольствием пользовалась очень часто, и мне казалось, что лучше я ничего не найду. Вот эту штуку я очень активно использовала на марафоне, участвовала я в марафоне по макияжу от Мэри Дав, там Мэри учила всех делать всякий прикольный арт-макияж, как вообще к этому подходить, мне было очень интересно поучаствовать, и вот для этого мне такая подводка очень сильно пригодилась, красненькая, там рисовала себе такие огненные глаза, сейчас я ей мало пользуюсь, но она вот лежит, она пока не засохла, насколько я вижу, в принципе, возможно, пригодится для каких-то похожих моментов, поэтому пусть пока поживет у меня. Вот эту странную штучку мне подарили, это типа какая-то подводка от Мэри Кей, и я так понимаю, что она задумана так, что вот вы так берете, окунаете сюда кисточку и типа рисуете какую-то стрелочку, но мне, если честно, эта история больше понравилась как подложка, то есть как стрелку рисовать не знаю, но вот если вот это дело наслоить, допустим, вот так вот пожирней, то вот эта штука схватывается, в принципе, довольно стойко держится, и если вы сюда нанесете еще и блестяшку, то оттенок прикольный, и как подложка мне вот эта история вся нравится, как подводка, если честно, не очень рекомендовать не могу, но пока что она у меня останется, потому что я вот вижу в ней смысл, я, в принципе, вижу, в каких макияжах это можно использовать и для чего. Дюррлайн инглот легендарная штука, вот эта штука, она сейчас есть в разных марках, ее где-то, где-то это называется текстур, что-то там, короче, я забыла, если честно, точно знаю, что есть что-то подобное у Крыгиной, у каких-то других марок, эта штука универсальный разбавитель всего, и вы можете взять просто капельку вот этой штуки, накрошить, например, тени, все это дело смешать, и получится подводка, то есть вот благодаря вот этой штуке можно оживлять какие-то кремовые тени, можно оживлять помады подсохшие, можно делать подводки, короче, универсальная штука, можно и делать подложки, я, как видите, пользуюсь не так часто, потому что у меня его еще много, но вот когда пользуюсь, это просто незаменимая штука, очень крутая, если вот вы любите таким экспериментами заниматься, то рекомендую вам эту штуку приобрести. В прошлом видео я немного забыла про вот эту вот базу, это база под тени Wet n Wild, и я ей смогла заменить базы, такие как Urban Decay, и что-то еще у меня до этого было, я, если честно, большой разницы не увидела, то есть это просто база, которую вы так вот распределяете по глазу, она сливается с оттенком кожи, это не такая липкая штука, как NYX Glitter Gel, ну вот эта штука, которая у нас для глиттеров, но при этом на этой штуке довольно стойко держится макияж, то есть при нанесении тени они, во-первых, становятся чуть поярче, они дольше держатся, и вот эта рабочая лошадка мне прям нравится, в принципе, она у меня уже почти заканчивается, скоро надо будет новую покупать. Средство для бровей. Как видите, это, опять же, немногочисленная история в моей косметичке, потому что к бровям я отношусь, ну, не то чтобы на пофиг, но я не заморачиваюсь, то есть мне нравится зачесывать брови гелем наверх, и вот такие подобные гели, для этого прекрасно подходят. Вот этот гель я покупаю уже, не знаю, раз пятый, наверное, не знаю, какой-то, много раз покупала, потому что здесь очень удобная щеточка, железо питонно все это держится, если у вас сами по себе природно брови есть, то вам достаточно взять вот этим гелем, расчесать их вверх, все будет держаться, лежать достаточно прилично, если же у вас брови не выражены, то, наверное, вам стоит все-таки какие-то другие техники рассмотреть, купить там карандаш, как-то более подробно прорисовать брови, но, если честно, мне вот хватает такого геля. Это та же самая история, это тоже такой прозрачный гель, только кисточка вот такого формата лично для меня неудобная, я решила, что вот этот тюбик я использую, и потом, наверное, такое уже покупать не буду. Я взяла также гель подороже попробовать, с микрофиброй, здесь вот эта тоже дурацкая кисточка, мне вот такими мелкими кисточками неудобно мои брови прорисовывать, потому что мне нравится широкая кисть, где вот ты сразу так сделал пару взмахов, и у тебя появилась бровь, здесь же надо аккуратненько так, тем более вот эта штука, она имеет цвет, надо аккуратненько прорисовывать бровь и смотреть, чтобы там ничего не испачкать, короче, для меня вот эта штука более сложная, но зато вот с ней можно нарисовать более эффектные, такие более волчьи брови, чем вот с теми гелями. Держаться будет все тоже очень хорошо, как и с ними, не знаю, нужна ли мне вот такая штука в косметичке прямо вот на постоянку, но, по крайней мере, вот эту баночку я точно использую до конца. Мыло для бровей. История, которая меня очень интересовала, мне очень хотелось попробовать. В итоге, как видите, у меня почти вся банка полная, и мне очень не понравилась. Возможно, потому что я купила мыло Lamelle, которое не так там известно, как какие-нибудь другие мыло для бровей, возможно, еще по каким-то причинам. Но, во-первых, мне не понравилось, что его видно. Я ожидала, что это будет какое-то такое прозрачное нанесение, но на самом деле, это приходится брови чесать очень-очень долго, чтобы там этого было мыло не видно. Во-вторых, лично у меня, мне показалось, раздражается кожа от него. И, короче, какая-то это совершенно неудобная для меня история. Гораздо удобнее пользоваться гелем, чем мылом, так как все это держится, ну, как-то примерно одинаково. Я, в общем, не вижу смысла это использовать, и я думаю, что я от этой штуки избавлюсь. Карандаши для бровей. У меня их три. Вот эти карандаши, по большей части, куплены для того, чтобы рисовать на лице какие-то узорчики, ну, вот тоже для фотографий. И для бровей я их практически не использую. Так, давайте я вот на этой руке порисую. Вот эти карандаши оба, что Диваж, что Vivienne Sabo, они очень такие жесткие. И мне кажется, что для рисования бровей нужны такие карандаши какие-то помягче. Поэтому мне, в принципе, интересно как-нибудь было бы купить карандаш от Huda, например. Ой. Или от Анастасии Беверли Хиллс. Но пока вот для своих целей вот эти оба карандаша, они, в принципе, подходят. Хотя вот лично для меня они прям супер жесткие. И, наверное, я не знаю, могу ли вы... Наверное, нет. Я бы их не рекомендовала покупать по назначению. Но вот если вам нужны какие-то узоры рисовать, там что-то размечать на лице, то вот они, в принципе, подойдут. Пудровый карандаши Vanshi. Это шикарная штука. Очень его люблю. Это, наверное, мой третий или четвертый карандаш. Но так как я, в принципе, после того, как гели плотно вошли в мою жизнь, разлюбила рисовать брови, то сейчас он не пользуется у меня такой популярностью. Хотя вот он очень мягенький, он очень красиво делает брови. Если вот мне хочется какой-то графичности, то я его вспоминаю, достаю. Но, по большей части, я использую гели, поэтому вот эта штука, она просто ждет своего часа. Когда-нибудь я его доиспользую до конца. Туши. Переходим к тушам. Как видите, у меня их чуть больше, чем следует для бровей. Но давайте обо всем по порядку. Сначала я расскажу про вот эту штучку. Это не тушь, это праймер для ресниц. И, по идее, задумано так, что его нужно нанести, потом нанести сверху тушь, и типа ресницы как-то там будут больше, пушнее, шире. Я пыталась это использовать, какой-то супер большой разницы не почувствовала. Я просто не поняла, для чего нужен вот этот дополнительный этап. Короче, так как у меня вот этот праймер уже, ну, больше года точно, то я его, пожалуй, выкидываю. Синяя тушь от Yves Saint Laurent. Она мне также попалась в каком-то подарочке, и я ее использую для креативов. Это, ну, кстати, клевый такой оттенок, прям ультрамариновый, невероятно яркий, очень красивый эффект на ресницах дает, и мне сама по себе тушь нравится, но вот ее вот в таком формате достаточно. Я не представляю, куда использовать огромный тюбик такой синей яркой туши, потому что даже для меня это too much, и как бы я вижу применение подобной туши только вот очень такое локальное. Но если вам нравится, то вот эта тушь классная, вы можете к ней присмотреться. Розовая тушь от Beauty Bomb, она у меня куплена с какими-то подобными целями. Я участвовала, по-моему, в марафоне, когда ее купила, мне вот суперсильно нужны были розовые ресницы. Она неплохая, в принципе, за свои деньги ну, как бы рисует, пока еще не засохла, все вроде с ней нормально, то есть для креативов пусть пока полежит, возможно, чуть позже я ее выкину. Вот это еще пока не вскрытая тушь, у меня не так давно закончилась, точно такая же, уже третий тюбик. Мне кажется, это моя самая любимая тушь на данный момент, потому что она делает мои ресницы вот именно такими, какие они в моем представлении должны быть. Они становятся чуть пышнее, чуть ярче, чуть длиннее, при этом не склеиваются, и они не слишком разделенные, потому что, например, вот с этой тушью я эффекта практически никакого не вижу. Да, я вижу, что ресницы подкрашены, но она настолько сильно их разделяет, настолько сильно старается сделать их вот прям реснички, как бы реснички так вот аккуратно, что мне перестает нравиться эффект от туши, я просто не вижу смысла такой тушью пользоваться. Мне нравится, чтобы тушь все-таки была более яркой, заметной, но как бы ничего не склеивала, не осыпалась, и вот эта тушь именно такая. Поэтому эта тушь остается, а вот эта куда-то, не знаю, скорее всего, я ее тоже выкидываю. Вот это вторая, ну, точнее, одна из трех моих любимых тушей. Вот у меня NYX любимая тушь, вот эта и Clinique High Impact. Но так как я стараюсь кучу туши у себя в косметичке не держать, так как все-таки я считаю, что тушь должна использоваться в течение трех месяцев максимум шести, ну, это вот прям супер максимум, то я стараюсь как-то ограничивать число тушей у себя в косметичке, и вот эта тушь у меня уже заканчивается, я практически всю ее использовала, это миниатюрка, и я обожаю такой формат, потому что вот тушь Estee Lauder, она просто бесконечна, она не засыхает, и как-то ее как будто там много в таких тюбиках, что большой тюбик NYX скорее всего было бы использовать нереально, но вот этот как раз за 3-6 месяцев он заканчивается, и это идеально, с вот этой тушью тоже ресницы становятся очень красивыми, они такие подлиннее, у них немножко отличается эффект, потому что NYX она делает реснички такие чуть потолще, вот это так не делает, но она делает их длиннее, короче, они чуть-чуть разные, но эффекты с этой, с той тушью мне нравятся. С тушью High Impact ресницы они такие максимально натуральные, это прям вот та самая тушь, когда свои ресницы только лучше, но в отличие вот от той туши, которую я выкинула, High Impact она еще и делает их как-то поплотнее, что ли, ну короче, сами ресницы выглядят, вот для меня это выглядит как натуральный эффект наращивания ресниц, и поэтому я ту тушь очень люблю, но чаще всего покупаю летом, потому что в летний период, когда хочется минимум макияжа, вот та тушь, она прям вот идеально вписывается и очень украшает мои глаза. Вот эту тушь мне подарили, и в принципе, я не могу сказать, что это плохое, но и не могу сказать, что это стало моей любимой тушью. Она, во-первых, немножко смазывается, как мне показалось, на ветру, там от слез, например, она не такая стойка, как вот те две, плюс эффект, ну как бы да, красивый, вроде бы, что-то она так увеличивает, уплотняет, но, короче, не случилось любви, поэтому я ее закончу, и с легкой совестью выкину этот тюбик. Про вот эти вот подводки я рассказала в видео про You Can Be, и я их там все посвочила, показала и поделилась своими впечатлениями. Вкратце, мне подводки понравились, особенно черные, стало новой моей любовью, теперь вот мне хочется ей постоянно пользоваться. Вот эти я тоже, я думаю, как-то приспособлю, в общем, удивительно классные подводки для AliExpress, они у меня остаются. Вот эту подводку NYX жидкую я использую для того, чтобы ставить вот такие вот всякие точки для макияжа, например, где-то в конце стрелочки или там что-то такое мелкое нарисовать. Короче, вот эта штука, она очень водостойкая, поэтому, когда вот такие вот детальки нарисовали, они засохли, все, вы потом ничем, кроме двухфаски или масел, вот это вот не снимите, поэтому, если вы ищете какую-то суперстойкую подводку, то вот можете к таким присмотреться. У меня она есть только в белом цвете, я ей довольна, и, в принципе, вот мне кажется, это все, что может быть нужно от подобного рода подводки. Рисовать прям стрелку лично мне вот таким форматом неудобно, потому что для меня вот эта вот кисточка жирная, и я когда начинаю рисовать, у меня вот за ресницы вот это все цепляется, короче, начинаю раздражаться, фу-фу-фу, нет, но вот рисовать детальки то, что надо, очень классная штука, очень стойкая. И три маркера от NYX. До того, как я заказала You Can Be, вот это было моим просто бессменным лидером, сейчас посмотрим, насколько долго проживет You Can Be, но вот чем мне нравятся линеры от NYX, тем, что они, во-первых, бесконечные, они не засыхают, так, это вот, наверное, самый старый из них всех, во-вторых, тем, что им можно нарисовать вот такую очень тоненькую какую-то линию, можно тут что-то вот им порисовать, и он достаточно стойкий. Короче, я обожаю вот этот формат с кисточками, вот коричневый еще вариант, и мне нравится, что он такой плотненький, что им совсем несложно рисовать стрелку, его можно наслаивать, короче, классная штука, классные линеры, не знаю, что еще может быть нужно от фломастеров подводок, короче, для меня вот это вот однозначная рекомендация, очень его люблю, вот этот маркер, это просто еще один новый черный фломастер, потому что у меня один из них, вот он, видите, новый, а вот тот, который был до него, он начал так немножко уже махриться, и я его оставила только для того, чтобы уже какие-то детальки прорисовывать, там, подписывать бренды, например, на свотчах, вот для такого применения, но сами по себе вот эти эпик лайнеры, это классная штука, и если вот вы сейчас ищите подводку, то, скорее всего, вы не разочаруетесь, купив именно вот такой лайнер, но, опять же, этот вот лайнер, он раза в три, наверное, если не в четыре дороже, чем You Can Be, поэтому, если You Can Be окажется таким же долговечным, то вот, наверное, я все-таки отсюда перелезу вот туда. А мы движемся к финишной прямой, остались только карандаши, и давайте начнем с карандашей для губ, потом посмотрим карандаши для глаз, и будем завершать. Итак, карандаши для губ, они у меня, как видите, в небольшом ассортименте, потому что я совсем недавно стала любить ими пользоваться, у меня два таких красных, ну, как бы красных карандаша, и четыре нюдовых, давайте я вам все их посвотчу, и про них расскажу. Вот этот карандаш, это карандаш от Model Rock, очень классного качества, он такой мягкий, стойкий, прям классно очень наслаивается, классно тушуется, и мне нравится оттенок, потому что с моими красными помадами, такими холодноватыми, он прям идеально сочетается. Короче, люблю этот карандаш, очень жалко, что марка ушла с Wildberries, грущу, но что поделать, и, кстати, он мне достался вообще-то за какие-то копейки, там за 180 что ли рублей, хотя так они вот стоят дорого, и я прям рада, что вот этот карандаш ко мне попал, и я с ним познакомилась. Вот этот карандаш у меня совсем недавно, это Miss Theis, в оттенке 768, да куда ты там катишься, да гей, стой, парень. Это Miss Theis, в оттенке 768, и он такой уже, чуть менее, скажем, темный, но настроение у него тоже самое, он такой малиново-розово-красный, в принципе, тоже как карандаш для таких ярких красных оттенков, его в принципе можно использовать соло, но на моих губах соло карандаши не очень лежат, потому что у меня начинают губы так скукоживаться, и мне хочется нанести сверху еще какую-то помаду, в принципе, карандаш ничего, но я еще его не особо распробовала, потому что он у меня совсем недавно, я его, наверное, один раз только наносила, но посмотрим, в общем, как он еще себя проявит, нюдовые карандаши, опять же, Miss Theis, который у меня появился недавно, в оттенке 780, ой, я его забыла поточить, но, в общем, вот это крутой такой тоже нюдовый карандаш, под очень многие нюдовые оттенки подходит, он как раз вот того оттенка, когда я немножко умерла, но он светловат, поэтому он подходит не подо все оттенки нюда, а только под, не знаю, под многие, но, в общем, он как бы, если вы возьмете более темный оттенок, будет как-то странно смотреться, поэтому он не подо все, но, в целом, он такой один из универсальных карандашей для нюда. Вот этот оттенок NYX, он тоже такой нюдовый, но он еще светлее, еще розовее, и мне кажется, что на моих губах это выглядит некрасиво, потому что мои губы темнее, чем вот этот оттенок, поэтому мне надо очень сильно постараться найти такую помаду, с которой вот этот оттенок будет нормально выглядеть, в соло это выглядит не очень, я просто сразу лишаюсь губ, они становятся маленькими, какими-то невыразительными, поэтому, скорее всего, от этого карандаша придется уже избавиться, потому что зачем он мне, если он меня не украшает, не знаю. Карандаш оток бьюти, крутой карандаш, я его прям распробовала, я его в каком-то видео показывала, он чуть поинтенсивнее, чем вот этот, он потемнее, и за счет этого он начинает подходить уже под практически все мои помады, очень круто украшает губы, он соло красиво смотрится, плюс он мягче, чем вот эти вот карандаши, и он распределяется очень удобно, короче, сам по себе так выглядит, красиво, качественно, классный карандаш, мне прям нравится, в оттенке урания, очень советую, мне кажется, для всех он подойдет, и для всех он станет таким универсальным нюдовым карандашиком. Карандаш Luxe Visage, купленный вообще на Абум, он рыжий, и он подходит под мои такие более рыжие оттенки помад, типа Pillow Talk, или Velvet Teddy, или что-то похожего, но в принципе такой оттенок имеет место быть, он не скажу, что супер сильно отличается вот от этого оттенка, но он чуть-чуть теплее, и подходит, ну, к некоторым помадам чуть больше, чем вот этот оттенок. Самый мой любимый оттенок Luxe Visage 201, боже мой, как я рада, что мне когда-то его подарили, моя любовь, я все время хочу именно его использовать, потому что он достаточно стойкий, и как вы вот видите, вы сейчас, наверное, спросите, а чем он так отличается от этого, например, оттенка? Честно сказать, не знаю, но на губах он не отдает в рыжину. Вот этот оттенок, например, он чутка лежит, губы, вот этот нет, он прям отлично сливается, и мне кажется, это вот оттенок именно моих губ. Может быть, там на полтона потемнее, поэтому вот он мне так нравится, и вот этот оттенок, прям обожаю его, мне очень нравится его использовать с блесками. Для эффекта пухлых губ, вот идеальнее его просто ничего не найти, потому что вот этот оттенок, он чутка темноватый, этот слегка рыжеватый, этот светловатый, короче, они все какие-то немножко не до, но вот этот просто попадание в 100 из 100, поэтому вот его я обожаю. Он у меня уже так порядком уменьшился, и я надеюсь, что я потом такой же точно найду. Дальше переходим к карандашам для глаз, и я сразу хочу разобрать все вот это цветное безобразие, карандаши Beauty Bomb, карандаши Lamelle и один карандашик от La Girl. Короче, у меня недавно был какой-то порыв, когда мне хотелось цветных макияжей, суперярких, ворвиглазных, конечно, к ним нужны подложки, и я вот массово на заказывала вот это все удовольствие. Карандаши Beauty Bomb вообще, мне кажется, я нашла там в последнем магазине где-то, перед тем, как они закончились. Оттенки очень клевые, прям карандаши классные, классно тушуются, и мне кажется, я совсем не зря за ними охотилась. Вот этот особенно обожаю, вот посмотрите, какой красивый голубой оттенок. Они очень красиво украшают нижнее веко и дополняют какие-то цветные макияжи. Очень мягенькие карандашики, очень яркие, интенсивные. Короче, работать с ними одно удовольствие, если где-то увидите, хватаете, но мне кажется, что их уже нигде нет. Ну и черный карандаш. Самая скука скучная, но у этого черного карандаша есть минус, почему-то он не очень хорошо держится на слизистой, например, в отличие от цветных. Цветные гораздо лучше держатся, поэтому вот его я как-то... В общем, я предпочитаю другой карандаш, вот этот вот, Каял от Ламель. Он намного лучше держится. Блин, он у меня сломался, что ли? И вот, мне кажется, даже на свотчах немножко видно, что он чуть плотнее, чуть жирнее, чуть-чуть лучше. Короче, вот немножечко-немножечко вот по качеству вот этот карандаш Ламель лучше, поэтому я его очень советую. Если где-то найдете, покупаете, особенно по скидкам. Он и так не очень дорогой, потому что вот этот даже мои влажные, влажную слизистую мою выдерживает. Вот Beauty Bomb нет, не справляется. Также у меня есть вот еще три цветных карандаша от Ламель, тоже в таком голубом, но в более небесном оттенке, в отличие вот от этого, например, желтенький и зелененький. И эти карандаши мне чуть меньше нравятся, чем Beauty Bomb, потому что они по суше, поплотнее, они чуть хуже тушуются, их не так приятно наносить на нижнюю слизистую, но в целом макияж они могут украшать, их можно использовать в качестве подложки, в качестве какой-то базы, и в целом вот для коллекции эти карандаши очень даже неплохие. Я тогда не стала брать розовый карандаш, потому что подумала как-то зачем он мне, у меня и так уже хватает, у меня вот этот на тот момент уже был, и короче, я так и не стала его докупать, и как-то не особо жалею, если честно. От La Girl я хотела купить неоновые карандаши, но в наличии тогда был только вот этот, и я, если честно, не очень представляю, нафига я его взяла, потому что это цвет такого воспаленного глаза, когда я его наношу на нижнюю слизистую, боже, это очень сложно найти макияж, когда вот этот карандаш будет выглядеть нормально, когда он не будет мне придавать какой-то болезненности, поэтому, в принципе, я его иногда вписываю, сам-то по себе карандаш классный, качество крутой, он очень яркий, очень стойкий, но я думаю, что я потом посмотрю и, возможно, куплю какие-то более адекватные оттенки этих карандашей, а этот пусть просто пока лежит для коллекции. Карандаши Maybelline Tattoo Liner, очень известные карандаши, сразу понятно, каким из них я часто пользуюсь, какими не очень часто, и вот этот карандаш, он мне, в принципе, даже нравится, я часто его использую для нижней слизистой, он такой вот прям темный, красивый, коричневый карандаш, во многие очень макияжи подходит, но мне кажется, он потихоньку уже устаревает, и он довольно плохо держится на моей нижней слизистой, поэтому мне иногда хочется его чем-то заменить, и я недавно нашла замену, я купила карандаш Inglot в оттенке 03, и этот карандаш мне намного больше нравится, они по оттенкам немного похожи, может быть, Inglot чуть-чуть посветлее, но в целом, там на глазу это не очень различимо лично для меня, и вот Inglot мне пока больше нравится, потому что он меньше раздражает слизистую, вот от этого, мне кажется, у меня могут слезы течь, и как-то он просто плохо держится, немножко мажется, короче, в целом-то неплохой, но мне казалось, он был лучше, когда я его только купила, сейчас, возможно, с течением времени он испортился, я бы, наверное, лучше купила еще новый, поэтому вот этот я выкидываю, тем более, у меня пока появилась для него замена, но потом я, наверное, куплю себе свежий карандаш, вот эти два карандаша мне совсем не понравились, потому что в целом с ними как-то, они, короче, тугие, в отличие от коричневого карандаша, они как-то суше, их неприятно наносить на слизистую, и я бы не сказала, что оттенки какие-то красивые, короче, вот от этого у меня вообще глаза слезятся от сливового, поэтому я расстаюсь с ними вообще без какого-либо сожаления, до свидания. С карандашами провокла, тоже история, я когда-то наслушалась на них хороших отзывов, что, блин, такие крутые карандаши, прям там визажистых, хвалят, прям лучше, нет, я такая пошла, купила себе и взяла такой вот оттенок зеленки, я бы его так назвала, и серенький оттенок, и знаете, вот в целом карандаши мягкие, наносятся они неплохо, вот этот типа серый оттенок, вот, и они мягкие, наносятся неплохо, вроде неплохо тушуются, но они абсолютно не сидят навеки, они абсолютно нестойкие, я даже не знаю, как их надо закреплять, возможно, для создания формы они еще ничего, но вот для слизистой, для нижнего века это что-то ужасное, мне, короче, вообще они прям отвратительно не нравятся, серым, вот я еще пыталась как-то пользоваться, как побольше его пользовала, чем зеленый, но, в общем, нет, я его не хочу оставлять, зеленый я оставлю ради оттенка, потому что, мне кажется, в каких-то макияжах это можно использовать, такой прикольный оттенок зеленки, но вот не могу рекомендовать карандаши, мне показалось, что по качеству они очень спорные, моя коллекция толстячков, так я их называю, вот этот карандаш очень странно привлекательный, он такого жемчужного белого оттенка, это абсолютно нестойкая история, его надо закреплять, и если подобрать под него нужный оттенок, например, закрепить его каким-то хайлайтером, то можно создать такой прикольный космический эффект на веки, я его, по-моему, кстати, под какой-то космический макияж и покупала, и вот он такой блестящий, жемчужный, ну, в принципе, неплохой цвет, если вот куда-то для идеи надо, неплохой карандаш, я его точно оставляю. Вот это фигня какая-то, я когда-то в Литуале пришла, такая, смотрю, какая-то космическая серия, цвет красивый, вот так вот его нанесла, такая, ух ты, вау, как красиво, а там эта была штука заявлена как что-то универсальное, типа для глаз, для губ, там, для всего на свете, такой вот зеленая какая-то космическая база, фиолетовые блестяшки, но если я даже вот здесь сказала, что это не стойкая история, то вот это, это даже не закрепится никогда, если вы попробуете вот это закрепить, оно просто скатается, если вы будете наносить так, как оно есть, оно тоже скатается и будет еще и липкое, короче, какая-то отвратительная история, я с этим прощаюсь. Джамбо Ай, известные Никсовские карандашики, и в принципе, вот этот карандаш прикольный, когда вы хотите попробовать какие-нибудь черные смоки, хотите полепить блесток, потому что он очень липкий и очень-очень долго закрепляется, я даже не уверена, что он в принципе закрепляется, потому что я наносила себе макияж и видела, что он мажется очень долгое время, поэтому его, во-первых, нужно уметь закрепить, во-вторых, и надо очень аккуратно пользоваться, чтобы не навести себе грязь на лице, и я нашла к нему подход, ой, вот это точно не история для слизистой, это все только для подложек, я нашла к нему подход, и я его оставлю, но и рекомендовать я его точно не могу. Я там говорила про средства для бровей, вот забыла еще про вот эту штуку сказать, это карандаш, типа такой двухсторонний, одна сторона для бровей, другая сторона под бровь, и он у меня не пользуется популярностью, но когда мне хочется аккуратненько подрисовать брови, сделать их чуть поплотнее, я использую вот эту часть, потому что, на удивление, это совпадает с моим оттенком бровей, не выглядит онородно, плюс тут есть какие-то странные блестки, из-за которых это все выглядит лучше, короче, я не знаю почему, но этот карандаш вполне неплохо вписывается в мои брови, и поэтому я его оставляю, хотя вот сам формат неудобно мне кажется, он такой толстенький, какой-то вот этот бесполезный сектор, не знаю куда его использовать, но вот этот карандаш пусть будет. Вот эти два карандаша от Essence, они были куплены тоже для каких-то макияжей там в стиле, даже не помню что, но что-то мне нужно было порисовать, и вот этот белый отвратительный карандаш я точно сейчас выкидываю, потому что, ну блин, это что-то, что невозможно нанести равномерно, что скатывается, короче, ужас один, до свидания. Вот этот карандаш поприятнее, это такое серебришко, и в принципе для каких-то вот акцентов, ой, я его сломала, короче, для акцентов он ничего, но если там что-то осталось еще, давайте посмотрим, ну тут дофига еще осталось, короче, пускай будет, ждет своих креативов своего часа. Каял от Lancome, который мне также попадался в каких-то подарках, это что-то такое жирненькое, не очень стойкое, если честно, но в целом такой, знаете, карандаш ни то ни сё, он не шикарный, но и не говно, то есть вроде выкинуть не надо его, но и как-то пользоваться им не хочется, короче, пусть, наверное, полежит, или выкинуть его, да не, пусть полежит, он все-таки не такой отвратный, мало ли у меня в какой-то момент мне кажется другого черного карандаша. Карандаши номер один, вот этот карандаш в оттенке 25, просто любовь, я когда-то его рекомендовала вообще всем подряд, потому что это отличный карандаш, чтобы себе нарисовать, знаете, такую как, такой блик, когда вы сделали себе смоки и просто глаз вот обводите, получается очень красивый блик, очень интересный оттенок, это такое не яркое, не желтое золото, очень благородный, мне кажется, оттенок, и так как я такого больше особо нигде не вижу, я этот карандаш люблю, пускай остается, я им пользуюсь. То же самое могу сказать вот про этот оттенок, он конечно не столь интересный, как золотой, но он такой же тоже сияшка, голубенькая, он очень красиво выглядит на нижнем веке, хотя он не яркий, то есть это не для яркого нижнего века, но если вам надо вот просто какой-то оттеночек придать, вот это очень красивый синий, он такой вот прям голубоватенький, и тоже очень благородно выглядит, мне нравится. В целом, карандаши номер один, они такие очень мягкие, очень легко тушевать, и я их рекомендую попробовать хотя бы, особенно на скидках, когда они там стоят по 300-400 рублей, ну классные карандаши, и у них вот много таких необычных оттенков, как раз, мне кажется, своей линейкой оттенков они привлекают внимание. Карандаш NYX, купленный в порыве любопытства, я выбрала какой-то самый необычный для себя оттенок, и мне кажется, что я немножко не попала, потому что этот оттенок содержит в себе кучу блесток, и например, вот смотрите, они в целом похожи с оттенком номер один, но если этот очень мягенький, так как маслица наносится, то вот этот, вы просто его наносите, там еще эти блестки, они прям такие объемные, короче, вот это совершенно не история про каял, это не история про нижнее веко, но про какой-то креатив, тоже там стрелку нарисовать, в принципе норм. Карандаш буржуа, вот с отвратительной наклейкой, я не знаю, кто придумал клеить вот эти наклейки на карандаши, может ты их потом хрен снимешь, это все очень неэстетично выглядит, бесит, и вот просто им пользоваться не хочется из вот этих вот ужасей. Ну, короче, я его купила, когда искала альтернативу вот этому тату-лайнеру, он абсолютно не похож на него, он бледнее, плюс он с блеском, и я так поняла, этот карандаш неплох для какой-то подложки, например, когда вы вот заштриховали себе глаз, там его растянули, нанесли что-то сверху, но как каял, нет, как каял это не очень. Карандаш Вайкон, купленный по рекомендации Алены Ратнер, очень необычный карандаш, это фиолетовый с такими красными какими-то блестками, прикольно выглядит. Я его пробовала использовать как каял, но на моих, на моей слизистой он утекает, он, конечно, очень красиво придает такой оттенок макияжем, необычно, но у меня он больше сейчас держится для каких-то тоже подложек, для стрелок, а для каяла, ну, к сожалению, все-таки мне с ним не так комфортно, он утекает. И все, последний лот этой всей коллекции это карандаш от ОК Бьюти в оттенке Робин, очень люблю этот карандаш, он очень мягенький, вот смотрите, какой он красивый, это такая благородная, красивая, переливающаяся бронза, как и оттенок для губ, он очень-очень универсальный, мне кажется, подойдет абсолютно всем, вот им можно нарисовать тушеную стрелку, там нанести какие-то блестящие тени, и макияж готов, в общем, такой оттенок очень универсальный, очень качественный, стойкий, прям классный карандаш, тоже очень его рекомендую. А на этом все, мы закончили мое расхламление, мы расхламили абсолютно всю мою косметику, у меня, конечно, набралось какое-то количество того, что там на выброс именно отдать, это только вот за второе, третье видео, там еще лежит где-то, там вот где-то корзинка с палетками из первого видео, в целом, я думаю, у меня сейчас освободилось место для новой косметики, для переосмысления, что мне еще нужно докупить, спасибо, что помогали мне расхламлять косметику, пишите обязательно в комментариях, что думаете об этом, что бы вы еще, возможно, докупили в такой набор косметики, или что вам кажется лишним. Спасибо большое за просмотр, тем особенно, кто досмотрел видео до конца, ну, пока, до следующего видео. До новых встречи! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...